Здравствуйте! Сегодня речь пойдет об одном из самых далеко идущих обобщений, которые когда-либо сделал человеческий разум, о законе тяготения, законе всемирного тяготения. Мы с вами изложим историю открытия этого закона, а остановимся на тех загадках, которые несет данный закон, обсудим уточнения, которые внес Эйнштейн в закон всемирного тяготения. Для начала давайте вспомним математическую запись этого закона и его формулировку, знакомую еще из школьного курса. Каждый объект во Вселенной притягивается к любому другому объекту с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. На слайде представлена математическая запись этого утверждения. Итак, закон очень красивый, закон несложный, закон очень интересный. Но путь к открытию этого закона был довольно трудный. Мы с вами, прежде чем изучить историю открытия закона всемирного тяготения, вспомним наши первые два занятия. На этих занятиях мы определили свое место в пространстве и свое место во времени. Но мы говорили, что для того, чтобы изучить какое-то либо явление, мало понять место в пространстве и во времени, необходимо, чтобы произошло взаимодействие. Если взаимодействия нет, то изучить какое-либо явление почти невозможно. И вот давайте с вами сегодня поговорим, о какие же существуют взаимодействия и как эти взаимодействия можно и вообще изучает наша наука физика. Ну, на сегодняшний день считают, что существует четыре взаимодействия. Вы, наверное, в школьной программе об этих взаимодействиях слышали. Их разделяют на четыре группы или четыре типа. Гравитационное, электромагнитное взаимодействие и ядерное. Говорят, ядерное – сильное и ядерное – слабое. Эти взаимодействия называются фундаментальными. Примерно в 1950 году определились вот с таким понятием, что существует четыре взаимодействия. Чтобы вам лучше представить каждое взаимодействие, на слайдах очень доступно приводится в виде рисунков каждое взаимодействие. Первое взаимодействие – гравитационное. Этим слайдом вам хотят сказать, что гравитационное взаимодействие возникает между любым телом, обладающим массой. Обратите внимание, у нас даже свет обладает массой. То есть гравитационное взаимодействие охватывает очень широкий круг объектов. Следующий слайд демонстрирует электромагнитное взаимодействие. Здесь вам простым рисунком хотят обратить ваше внимание, что для электромагнитного взаимодействия необходимо, чтобы тело имело заряд. Сильные ядерные взаимодействия. На этом слайде попытались изобразить строение, внутреннее стояние ядра. Во всяком случае, на том уровне, пока мы владеем информацией. Ядро состоит из протонов и нейтронов. Так вот, внутри ядра, на расстояниях очень незначительных, взаимодействуют сильные ядерные силы. И слабое ядерное взаимодействие. Такое взаимодействие, как правило, возникает при некоторых ядерных реакциях. Ну, как же изучать взаимодействие? Ну, каждый преподаватель, почти тот, кто читает курс физику, обязательно предлагает своим студентам какие-то свои новые, интересные методы решения задач. Ну, если проанализировать все эти методы, они в основном сводятся к трем классическим приемам. Именно так изучают в физике взаимодействие. Ну, первый способ. Он самый простой, и если мы таким образом сможем изучить явление, мы легко решаем задачу. Иногда мы сразу видим, как на один объект или на одно тело воздействует какая-то конкретная сила. Но бывают ситуации сложнее. Нам трудно определить сразу же силу, которая воздействует на объект. Здесь физика предлагает другой способ изучения взаимодействия. Посмотрите, что было с объектами до взаимодействия, и что произошло после взаимодействия. Ответьте на вопрос, что изменилось. И тогда вы легко сможете решить задачу или, во всяком случае, познать данное взаимодействие. Я приведу простой пример. Мы, например, бросаем или роняем камень на землю. В тот момент, когда камень начинает свой полет, то есть мы его выпускаем из рук, на него воздействует только одна сила. Это гравитационная сила. Камень падает на землю. Мы слышим звук. Иногда появляются вмятины. Иногда мы можем даже заметить, что он слегка нагрелся. То есть в этот момент уже воздействуют на наш камень совершенно другие силы. Силы электромагнитные. И, наконец, бывают очень сложные ситуации, когда сложно оценить, а что же изменилось при взаимодействии. Что изменилось? На слайде вам такую ситуацию попытались изобразить. Здесь показан процесс, когда происходит взрыв хлопушки. То, что было в начале, до взаимодействия, мы с вами видим. Ну, загорелась хлопушка. Мы видим то, что было после взаимодействия, отстатки от этой хлопушки. А вот второй рисунок — это то, что мы не видим. Процесс происходит так быстро, что мы вот этого второго процесса и не замечаем. Как же здесь сделать вывод, что было с объектом, что стало, что изменилось? Да изменилось все. И дым появился, и форму потеряла наш объект. Кажется, совершенно невозможно данное явление изучить. Но физика предлагает третий способ изучения взаимодействий. Постарайся ответить на вопрос, а что же не изменилось в этом взаимодействии? Они изменяются, как вы знаете, так называемые законы сохранения. Таких законов в физике не так и много, около 12. Но если мы при решении задач и очень сложных задач зададим себе вопрос, а что же не изменилось при данном взаимодействии, и вспомним, что существуют законы сохранения, мы тоже сможем решить и данную задачу, и познакомиться, изучить данные взаимодействия. Итак, мы с вами сейчас вспомнили, какие бывают виды взаимодействий и как эти взаимодействия изучают. А теперь вернемся к нашему закону всемирного тяготения, к открытию этого закона. Нам придется вернуться с вами в XV век. Этот век был очень интересен. Интересен тем, что много известных ученых – Галилей, Гук, Ньютон, Кеплер. Век интересен тем, что именно в этом веке было сделано такое величайшее открытие, как закон всемирного тяготения. И интересен тем, что до открытия закона всемирного тяготения физика чувствовала себя как-то неуверенной. Существовали какие-то парадоксы, не было стройной системы, хотя физика была физика со своими законами. Но четких таких понятий не существовало, и ученые не ожидали, что природа тоже подчиняется таким стройным законам. В XV веке шел большой спор между учеными, действительно ли планеты вращаются вокруг Солнца. В то время ученые были сродни философам. Они писали стихи, они писали научные трактаты. И один из них, Тихо Браге, предложил совсем другой метод к подходу изучения законов физики. Он сказал, хватит нам с вами философствовать, хватит спорить. Давайте спокойно понаблюдаем за планетами, понаблюдаем за звездным небом. Соберем информацию, и только потом будем делать вывод, вращаются ли планеты вокруг Солнца или нет. Но нам с вами сейчас кажется, что такого удивительного сказал Тихо Браге. Мы привыкли к тому, что истина проверяется экспериментом. Но в то время, в XV веке, это было не совсем так. Тихо Браге считается первым ученым, который предложил в основу любого закона ставить эксперимент. То есть сначала собирать экспериментальные данные. И сам Тихо Браге занялся изучением звездного неба. Он был очень интересной личностью. И это его своеобразие проявилось в том, что при жизни Тихо Браге никому из ученых своих работ не показывал. Даже Кеплеру, которому он предложил заниматься изучением движения планет. Только после смерти Браге удалось познакомиться с его трудами. Труды были необыкновенные. Он собрал массу информации, составил карты. Его работа была проведена просто титанический труд. И Кеплер, это немецкий математик, он тоже занимался изучением звездного неба, движением планет. Кеплер, познакомившись с работами Тихо Браге, делает очень интересных три открытия. Фактически, не только на основах работ Тихо Браге. У него были и свои экспериментальные работы, расчетные. Но Кеплер открывает три закона, по которым движутся планеты. Во-первых, в чем заключается первый закон Кеплера? Он выяснил, что действительно планеты движутся вокруг Солнца. Причем движутся планеты не по прямой линии, а по эллипсу. Это был очень интересный вывод о движении планет по эллипсу. Во-первых, вы, наверное, помните, что в то время Галилей уже открыл свой закон движения по инерции. Если на тело не действуют никакие другие объекты, то тело будет двигаться с постоянной скорости и по прямой линии. Кеплер делает первый вывод, что все-таки планеты не движутся по прямой линии, а не движутся по эллипсу. Второй вывод, который сделал Кеплер, очень интересный. Оказывается, планеты вращаются вокруг Солнца, а Солнце находится в одном из фокусов эллипса. И вращаются они с разной скоростью. Кеплер пронаблюдал в тот момент, когда планета ближе к Солнцу, она вращается с большей скоростью. Когда она дальше от Солнца, она вращается с меньшей скоростью. Но если посмотреть, допустим, в течение недели перемещение планеты по ближнему радиусу и перемещение планеты по дальнему радиусу, и очертить площадь, ограниченную дугой и двумя векторами, и здесь дуга и два вектора, мы получаем две площади. Так вот, площади будут одинаковые. Итак, разные скорости у планет, но площади оказываются одинаковыми. Это был второй вывод Кеплера. Третий вывод, который делает Кеплер, чисто математический. Он математик, и его вывод заключался в том, как же связаны периоды обращения планет с радиусом эллипса, по которым эти планеты движутся. Итак, Кеплер открывает три закона. Я хочу обратить ваше внимание, фактически закон всемирного тяготения уже был открыт, но Кеплер его не смог сформулировать. Гук его не смог сформулировать. Тихо Браге этот закон тоже не смог сформулировать. Сформулировал закон всемирного тяготения только Ньютон. Почему Ньютону удалось сформулировать закон, хотя все остальные физики были очень близки к этому закону. Фактически они уже его открыли. Мы на эту тему еще поговорим. Но давайте сейчас еще раз вспомним и сформулируем законы Кеплера. Итак, первый закон Кеплера. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй закон Кеплера. Радиус-вектор планеты описывает за равные времена одинаковые площади. Но я это вам поясняла на слайде. И третий закон. Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит. Итак, закон всемирного тяготения пока не открыт. Хотя вся информация, все данные есть. Почему же этот закон открывает Ньютон? Что он более талантлив, более гениален? Можно сказать, что и так. Но в науке очень важно уметь не только предвидеть, но и уметь привести в систему полученные знания. Мы с вами будем говорить. У нас подобная ситуация будет и с Фарадеем. Он единственный смог сформулировать закон электромагнитной индукции. Хотя все остальные физики уже были, те, кто занимались этими вопросами, уже были близки к открытию закона. Они его фактически открыли. Но сформулировать и выдать математическую запись этого никто не смог. То же самое было и с Ньютоном. Конечно, Ньютон талантливый. Конечно, он умел обобщать. Он и сам говорил, если я чего-либо в жизни достиг, то только потому, что я стоял на плечах гигантов. Он имел в виду труды Кеплера, труды Галилея. Но и другой момент. В то время в физике не существовало понятия силы. Это мы сейчас с вами легко используем такое понятие, как сила. Даже иногда оно применяется не в той формулировке, которую предполагал Ньютон. Мы говорим, например, сила тока, а она к силе не имеет никакого отношения. Но в то время понятия силы не было. А Ньютон это понятие вводит. Он говорил так. Сила – это то, что заставляет тело изменить свою скорость. И вот в отличие от Кеплера, от Гука, Ньютон, познакомившись с трудами Тихобрага, с законами Кеплера, он сразу понял, что нужно искать. Он силу и искал. Ведь если бы на планеты не действовала никакая сила, все планеты бы двигались с постоянной скоростью вдоль прямой линии. Но ведь Кеплер своим первым законом говорит о том, что планеты-то не движутся вдоль прямой. Они изменили скорость, изменили направление скорости. Значит, здесь появилась какая-то сила. И вот в этом и заключается гениальность Ньютона, что он единственный из всех физиков знал, что ему нужно искать. Он искал эти силы. Я хочу немножечко отвлечься. Это очень важный момент. Конечно, при жизни Ньютона он испытывал критику со стороны своих коллег, потому что он умел вот так многое предвидеть, многое сформулировать раньше, чем это сделали остальные. Особенно его критиковал Гук. Мы хорошо с вами знаем Гука по законам Гука. И Ньютон даже был вынужден однажды в пылу гнева, а он, в общем-то, был не очень разговорчивым, на одном из научных заседаний сказать, после очередной критики Гука, «Пока Гук жив, я больше ни одной своей работы не напечатаю и ни с одним научным докладом выступать не буду». И, надо сказать, что свое слово сдержал. Гук прожил еще 12 лет. И эти 12 лет Ньютон научную работу проводил, но с докладами и со своими статьями печать их не приносил. Итак, закон всемирного тяготения открыт. Чтобы сказать, трудно, вернее, преувеличить значение этого закона. До открытия закона физика находилась, как я уже говорила, чувствовала какая-то неуверенность. Туда ли идем? Открытия совершались, может быть, даже случайно. Но после открытия закона всемирного тяготения стало ясно, что не только велик человек, но и нужно преклониться перед природой. Оказывается, природа подчиняется такому красивому, такому простому закону. Вы обратили внимание, что в законе всемирного тяготения есть так называемое гравитационное постоянное. Эту гравитационную постоянную экспериментально вывел другой английский физик Ковендыш. Мы об этом тоже должны будем сегодня поговорить. Гравитационное постоянное было выведено экспериментально в 1798 году Ковендышем. Надо отдать должное этому ученому. Он тоже был очень своеобразный человек. Последние 15 лет своей жизни он вообще ни с кем не разговаривал и разработал для своих родных систему сигналов, чтобы его никто не отвлекал от научной работы. Он считал, что самое дорогое в жизни — это время. Многие свои труды Ковендыш не печатал, так как считал, что это напрасная трата времени на печатание трудов. Но гравитационные постоянные он вывел. И когда он вывел эту гравитационную постоянную, Ковендыш произнес, можно сказать, очень длинную речь. Он сказал «Я взвесил Землю». Конечно, Землю он не взвесил, но этой фразой Ковендыш хотел сказать «Все, физики, теперь у вас есть в руках все, все необходимые данные, чтобы определить массу Земли, массу планет». Каков же смысл этой гравитационной постоянной? Смысл следующий. Она показывает, с какой силой взаимодействуют два тела, масса которых равняется одному килограмму и находящиеся на расстоянии одного метра. То есть Ковендыш определил силу между двумя телами, масса которых один килограмм, а расстояние между телами было один метр. Определил он, вы знаете, из курса школьного, при помощи крутильных весов. Проблема была одна. Необходимо было, чтобы рядом не находилось никаких зарядов, а весы должны были находиться, как мы сейчас говорим, в вакууме. И сложно было измерить эту силу, потому что все-таки сила взаимодействия не такая и большая. То есть по закручиванию этих весов он определил величину силу. Сила гравитационного взаимодействия с Землей может быть определена вот по указанной формуле. Это то, о чем говорил Ковендыш. Я взвесил Землю. Вот по этой формуле можно найти массу Земли. Итак, закон открыт. Роль закона невозможно преувеличить. Теперь физика почти на 234 года. Считалось, что все в физике открыто. Все очень четко, все очень правильно. Любое явление можно было объяснить тремя законами Ньютона и четвертый закон всемирного тяготения. Физики даже позволяли себе оказывать научную помощь астрономам. Они говорили, в какой день, в какое время, на какой участок неба необходимо посмотреть астроному, чтобы там увидеть новую планету или новую звезду. Эта задача несложная, и мы чуть позже подобную задачу разберем. И все-таки я хочу обратить ваше внимание. У нас же наша лекция, курс лекции называется «Возможные и невозможные в природе. Закон всемирного тяготения». Закон всемирного тяготения — очень загадочный закон. Примерно до 1950 года считалось, что заниматься этим законом теперь некоторое чудачество. То есть преподаватели своим талантливым ученикам не рекомендовали изучать закон гравитационной силы, потому что считалось, что все в этом законе было открыто. Я еще раз вам хочу пояснить по нашему формуле, что m и r — это масса и радиус Земли, h — высота над поверхностью Земли, m — масса какого-либо тела, которое взаимодействует с Землей. А вот эта задача о трех телах, которых я хотела обратить ваше внимание. Значит, посмотрите, пожалуйста. Итак, пусть у нас в точке S находится Солнце, а вокруг Солнца вращается какой-то объект, ну, допустим, это будет Земля. В соответствии с законом Галилея, если бы на Землю не действовали никакие силы, то она бы за время T1 оказалась бы в точке T1, двигалась бы по прямой. В соответствии с законами всемирного тяготения на тело, на Землю действуют гравитационные силы. Земля, мы говорим, падает на Солнце. И, кстати, здесь термин падает. Нужно понимать, как отклоняется от прямолинейного равномерного движения. Итак, через какое-то время T1 Земля должна была бы находиться в точке T3. Однако мы ее наблюдаем не в точке T3, а в точке T2. О чем это говорит? Да это говорит о том, что где-то есть какой-то планеты, какой-то космический объект, который своей гравитацией повлиял на траекторию движения Земли. И вот таким образом был открыт Меркурий, таким образом был открыт Уран. Но, правда, Гершель Уран открыл визуально. Но по таким простым задачам, по таким простым расчетам, физики открывали новые планеты. Но прошло 234 года. И закон всемирного тяготения подвергся новым испытаниям. Эйнштейн вносит уточнение в этот закон. Но надо сказать, что закон Ньютона всемирного тяготения выдержал подобное уточнение. Он стал, может быть, даже еще красивей. В чем заключалось это уточнение? Во-первых, Эйнштейн уточняет понятие пространства и понятие время. Мы с вами уже говорили, что при скоростях близких скорости света у нас замедляется время, изменяется масса, изменяются размеры тела. И вторая мысль Эйнштейна о том, что гравитация — это то, что искривляет пространство. То есть он считал, что если тело находится в пространстве, то это тело с пространством взаимодействует. Искривляется пространство. И вот это искривление Эйнштейн считал гравитацией. Почему я сказала, что подобное уточнение только украсило закон? У астрофизиков была одна проблема. Нельзя было объяснить, почему Меркурий вращается не по замкнутому эллипсу. То есть он вращается по эллипсу, но этот эллипс не замкнут, как бы винтовая линия. После уточнения Эйнштейном данный факт объясняется. Это кривизна пространства. Пространство искривляется под действием гравитации. Еще один момент Эйнштейн внес в закон всемирного тяготения. Он сказал о том, с какой же скоростью должны распространяться гравитационные силы. Скорость должна равняться скорости света. Итак, даже после таких уточнений все было прекрасно с законом. Но я вам говорила, что к 1950 году в физике, кроме гравитационных сил и электромагнитных сил, уже появились ядерные сильные и ядерные слабые. И считалось перспективно заниматься именно ядерными силами, электромагнитными и ядерными слабыми. Но наступил 1960 год, и наш загадочный закон всемирного тяготения, гравитационные силы, опять заставили о себе говорить. Вернее, заставили они о себе говорить примерно в 1930 году, когда американский физик Цвики попытался измерить массу некоторых галактик. Он поставил перед собой такую цель. Как он пытался измерить массу галактик? Сначала определить массу, используя законы Ньютона. А затем посмотреть на эту галактику, посчитать все видимые звезды, определить массу одной звезды и умножить на количество видимых звезд. То есть попытался определить массу галактик, используя и законы Ньютона, и наблюдая в телескоп за видимыми объектами в галактике. Результаты получились необыкновенные. Оказалось, что по законам Ньютона, по математическим расчетам, масса галактик должна быть на несколько порядков больше той, которую определил Цвики, наблюдая за видимыми звездами в галактиках. Он определил массу нескольких галактик и везде получал вот такие интересные результаты. Расчеты показывали, что масса галактик должна быть не просто там в 2-3 раза, она в несколько порядков больше, чем та масса, которую мы видим. В 1960 году вы уже знаете, что с помощью эффекта Доплера можно определить скорости. Скорости планет, скорости галактик определяются скорости некоторых звезд в галактиках. И выясняется очень интересный момент. Оказывается, что звезды имеют скорости, которые не позволяют им оставаться в галактике. Не все, некоторые звезды имели скорости. Эти скорости не позволяли им бы оставаться в галактиках. То есть звезды должны покинуть галактику. Гравитационные силы не могли бы удерживать тела, которые движутся с такими скоростями. Однако эксперимент показывает, что звезды спокойно находятся в своей галактике и движутся. К какому выводу пришли физики и астрофизики? Они пришли к выводу о том, что кроме видимого мира существует невидимый мир. Существует так называемая скрытая масса и скрытая энергия. Причем в галактиках, как видно, скрытой массы больше и скрытой энергии больше. Это было очень интересное открытие. Как мы с вами говорили, подобное открытие необходимо подтверждать экспериментально. Экспериментально оно было подтверждено. Подтверждено таким образом. Вы знаете, что мы с вами изучаем так называемые видимые объекты. То есть то, что мы с вами видим. Это диапазон длины волны не очень большой. Где-то 300-800 нанометров. Но ведь у нас есть ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма-излучение. То есть если есть какие-то объекты в галактике, во Вселенной, которые дают вот такие излучения, мы их изучить не можем. Потому что наша атмосфера, защищая нас с одной стороны, не пропускает эти лучи на Землю. То есть рентгеновские, гамма-лучи, даже ультрафиолетовые. Какой остается сделать вывод? Надо попытаться подняться над нашей атмосферой хотя бы на 10 километров. И попробовать понаблюдать за объектами, за их излучениями вне нашей атмосферы. Чтобы поймать, понаблюдать те объекты, которые дают, допустим, рентгеновское и гамма-излучение. Такие эксперименты были проведены. Ну и первое, что было обнаружено, так называемая невидимая скрытая масса, черные дыры, нейтронные звезды, квазары, о которых мы говорили на прошлом занятии. То есть объекты, которых мы не видим, так называемая скрытая масса и скрытая энергия, существуют. Причем по происхождению это могут быть только гравитационные силы. Вот опять наши гравитационные силы, законы всемирного тяготения, опять заставили о себе говорить. И вы знаете, мы на прошлом занятии говорили, что если рядом с черной дырой оказывается какой-то объект, то черная дыра поглощает, пожирает этот объект. Причем она способна поглотить объект с размерами нескольких наших солнц. Причем поглощает не только движущиеся, какие-то находящиеся рядом объекты, но и свет. Вот какие сильнейшие гравитационные силы действуют в нашей галактике. Я бы хотела, чтобы мы с вами сейчас еще раз посмотрели, провели такой анализ уже с цифрами, сравнили бы между собой четыре взаимодействия, но посмотрели бы на это взаимодействие с учетом нашего сегодняшнего занятия. Итак, виды взаимодействий в природе. Сильное, это вы уже знаете, это ядерное взаимодействие, электромагнитное, слабое, слабое ядерное имеется в виду, и гравитационное. Здесь вам хотят продемонстрировать, сравнить эти силы. Если за единицу принять сильное взаимодействие ядерное, то, как вы видите, электромагнитное 10 минус 2, ядерное слабое 10 минус 14, гравитационное 10 минус 39. Но мы с вами уже сегодня, после сегодняшнего занятия, понимаем, что речь идет о том, где, на каком расстоянии действуют эти силы. Да, внутри ядра, конечно, будут преобладать ядерные силы. А в пространствах, сравнимых космических пространствах, конечно, преобладают гравитационные силы. И их роль, их величина громадна. Дальше вам демонстрируют радиус взаимодействия этих сил. То есть на каком расстоянии эти силы действуют. Обратите внимание, ядерные силы действуют на расстоянии 10 в минус 15 метра. То есть внутри ядра. Внутри ядра, да, ядерные силы, они самые мощные. Мы, кстати, будем с вами изучать тему и узнаем, как эти ядерную энергию мы научились из ядра извлекать. Но обратите внимание, только на расстоянии 10 минус 15 метра. На других расстояниях, чуть больших, ядерные силы уже не являются такими мощными. И они уже не проявляют себя. Электромагнитные силы. Вот этот знак обозначает бесконечность. То есть электромагнитные силы действуют на бесконечно больших расстояниях. Кстати, так же, как и гравитационные. И ядерные слабые силы дается тоже такой же порядок, как 10 в минус 15 метра. Дальше вам предлагается сравнить время действия этих сил. Гравитационные, обратите внимание, 10 в 16 степени секунд. Электромагнитные, ядерные слабые и ядерные силы, сильные и слабые силы, 10 минус 9, 10 минус 27, 10 минус 23 секунды. Нам с вами даже сложно, трудно представить. Мы знаем, можем 0,1 секунду представить, а здесь после запятой 0 и еще 9 нулей или 23 нуля. И я хотела бы еще обратить внимание, что когда открыт был закон всемирного тяготения, сразу стал вопрос, а как передаются эти гравитационные силы? Каким образом они передаются? В физике шли большие споры. Были сторонники так называемого дальнодействия и близкодействия. То есть одни считали, что гравитационные силы передаются через пустоту. Другие ученые считали, что нет, такого быть не может, должна быть какая-то среда, через которую эти гравитационные силы передаются. На сегодняшний день предположения, в основном сторонники теории поля, что гравитационные силы передаются при помощи так называемого гравитационного поля. Хорошо, если существует гравитационное поле, как же тогда это поле распространяется? Предполагается, что есть какие-то частицы, их называли гравитонами. Но, почему я говорю, предполагается, к сожалению, до сегодняшнего времени определить, обнаружить экспериментально гравитационного поля и гравитонов пока не удалось. Ну, на этом мы с вами завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Мы продолжим разговор о взаимодействиях, которые есть в природе. На следующем занятии мы поговорим о электромагнитных силах. Всего вам доброго. До свидания.